Итак, всем привет, друзья! С вами Влад Широков, я запустил Logic, пишу звук. И сейчас обзор Тинькофф Инвестиции, мой брокерский счет. Очень жесткая ситуация с Chizepic. Напишите, кстати, в комментариях, как вам звук, пытаюсь настроить его лучше. И что происходит с Chizepic? Как мы видим, падение стало еще больше, 85%, компания разоряется. И сейчас они просто закрыли биржу. То есть биржа закрыта именно на Chizepic. Давайте посмотрим, может. Да, именно на Chizepic. Представляете? То есть другими акциями Америки я могу покупать и продавать, а Chizepic нет. То есть все, они ее просто скрыли. Тинькофф скрыл. Ну, значит, и московская биржа, питерская, точнее. Потому что американские акции, они через Питер идут, получается, через питерскую биржу. Ну, давайте. Ну, компания, в общем, разоряется, что-то тоже глаголить, собственно, говорить. Сейчас 13, сейчас будет 14. Ну, и должны они обнулить эти акции. 8 910 штук будет там, вместо этого 89 штук, не знаю, 100. Ну, короче, это крах. Интересно, что будет дальше после банкротства, да? Все равно же останется какой-то пакет акций, ну, типа, как в перестройку. То есть были доллары, но были деньги, да, какие-то тысячи, миллионы, да, а потом осталось из этого тысячи. Вот это, мне кажется, такое и будет. Что, собственно, по остальному рынку? Минус вообще кардинальный 541 тысяча. Но это, скорее всего, еще показывает то, что я выводил. Я выводил там 85 тысяч. Не знаю. Ну, не суть, не суть, ничего страшного. Итак, Татнефть. Татнефть падение 12%. Татнефть привилегии 9%. Доллар начал расти. Доллар начал расти. 74, вчера был 72. Вот такая вот. Вот вчера был 72, 73. Вот 72, 81, сегодня 74, 31. И он набирает обороты, растет, 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 растет. Так. Ну, полностью весь рынок в упадке. Вот эти подарочные вырастут, но это смех все. Весь рынок абсолютно в упадке. Ситуация жесткая. Ситуация жесткая. Я не могу торговать сейчас. Татнефть в минусе, все в минусе. 9%, 13%. У нас бьер, понятно, 16. ЛСР 5,7. Даже чисто на копейки какие-то невозможно торгануть. 9,43. Ну, киви вот начинают отрастать. Он уже долго-долго. А, вот был 950. Ничего себе, был 950. Давайте сразу я поставлю заявочку на продажу. 970, 965 хотя бы. Да, уже надо сливать его. Ну, лимитная заявка. 965 поставлю. 965. Все. Продолжить. Ну, вот такая вот ситуация. Никакая акция. Это тахаген. Зачем я в лес? Уже падение 53%. Боже мой. Фронтир тоже мусорный. Все мусорные бумаги. Я больше не буду брать мусорные бумаги. Чисто мусорные бумаги. Так, акция. Давайте посмотрим мое избранное сейчас. Ух, ешь. Вы видите это? Тесла 750. 750. Охренеть. 389. Сколько в процентах? 100% рост. Кто-то на Тесла просто колоссально поднял бабок. Не зря я ее добавил в избранное. Газпром падение. Детский мир падения. Весь русский рынок падения. Бессмысленно. Абсолютно. Рынок. И Тесла 100% выстрел за месяц. Вот это я понимаю разговор. А виза? Виза чего? Ну, виза падения. Да. Наблюдается. Ну, такая непонятная ситуация у него еще. Apple 283. Но уже потихонечку отрастает. Facebook падение на тех же парах. McDonald's отрастает. Ну да, понемножку они что-то там. Прогнозы вообще читать нельзя. 215. Да. Ну, он уже близок к McDonald's. Нормально. Что-то там пытается, пытается. По угоду. 283, 324. Ну, 30 долларов. Да, но потихоньку отрастает. Что тут у нас с этим? Ну, эта ситуация более хуже. Почти. Почти 100 долларов разница. Тесла, конечно, порадовала. Да, я прям нифига себе. Это за такой рост. А, Netflix пошел в рост. Отличный рост. Прям кардинальный. Неделю назад 370. Месяц назад 350. Ну, вот как раз это было. 300. 400. Да, отличный рост. Тринадцать процентов. Не так что много. Тринадцать восемь процентов. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи на рынке. И крепчайте. Не советую вам пользоваться такими акциями. А, мусорными. Как Ахаген, Чизепик, Фронтир. Весь русский рынок. Это просто хрень. Вот честно. Только падение с ним. Ну, и Чизепик это просто жесть. Наблюдаем историю. И мой пролет на 500 тысяч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok